Вредное питание может оказывать негативное воздействие на здоровье, приводить к различным проблемам и увеличивать риск развития различных заболеваний. Вот несколько аспектов вредного питания. Переедание продуктов, богатых калориями, а также потребление больших порций часто приводит к ожирению, что может вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Потребление избыточного количества сахара и соли связано с различными заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. Еда, богатая транжирами и насыщенными жирами, часто встречающаяся в фастфуде и жареных продуктах, может способствовать развитию атеросклероза и увеличивать риск сердечных заболеваний. Переедание процессированных продуктов может привести к недостатку важных витаминов и минералов, необходимых для поддержания здоровья. Низкое потребление пищевых волокон и неправильное питание может привести к проблемам с пищеварением и увеличению риска запоров. Ультрапроцессированные продукты могут содержать добавки, консерванты и искусственные вещества, которые могут быть вредными для здоровья в долгосрочной перспективе. Вот несколько типичных продуктов фастфуда, которые часто считаются менее здоровыми из-за своего высокого содержания калорий, насыщенных жиров, сахара и соли. Гамбургеры и чизбургеры часто содержат высококалорийные булочки, жирные котлеты и большое количество соусов. Картошка фри, обычно глубоко жареная, содержит много калорий и насыщенных жиров. Газированные напитки, содержат большое количество сахара и могут привести к лишнему потреблению калорий. Жареная курица и крылья, обычно обильно обсыпаны соусами, что увеличивает калорийность. Жареные роллы и фастфуд суши, могут содержать много калорий из-за использования майонеза и крем-сыра. Соблюдение сбалансированной и питательной диеты, умеренное потребление калорий, а также предпочтение свежих и натуральных продуктов способствуют поддержанию хорошего здоровья и предотвращению многих заболеваний. Чтобы не пропустить следующее видео, жмите на колокольчик, ставьте лайк и подписывайтесь.